приветствую вас на нашем канале пришел у меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересное сегодня мы поговорим про наличие расплодов слабых семьях действительности это слабые семьи которые перезимовали на небольших количествах мы сегодня посмотрим на вот этих три семьи которые я уже осматривал которые я показывал где-то примерно месяц назад где-то 20 марта до было уже такое мы показывали смотрели что у нас там с расплодом так смотрю без дымаря это чисто знаете вот интересно посмотреть что у нас состоянием и посмотрим по расплоду так аккуратненько вообще семейки это ставили мед чистить но обратите внимание они только его чистят здесь видно что они даже что-то приносит но то возможно это друзья мед который чистится возможно это уже действительности семья сжатая утепленные пчелы при возможности носят мед так смотрим у которого да есть какой-то напрыск но опять же это может просто быть перерод перерабатанный старый мед который мы им пытаемся доставлять в обилие это имеется ввиду что пчелы ни в чем не нуждались вообще пчелы в кормах не должны нуждаться если мы хотим увидеть какое-то развитие смотрим здесь видите рамочка вот так печатная относительно нормально так и хочется конечно посмотреть еще крайнюю рамочку и видно же вышла молодая пчела и смотрим крайнюю рамочку пчела уже вышла и выходит пчела видите молодая полностью пчела ходит есть пыльца рамка полностью печатная кстати обратите внимание быстренько покажу минуточку видите вот этот расплод вы выеден подбери снимай конечно отдельную тему на это на про эту тему но это друзья не болезнь это обычная моль не нужно улья полить не нужно ничем их обрабатывать это обычная моль причина моли это не только в слабых семьях причинам моли в пчеловодческой лени сейчас я вам попытаюсь это объяснить семью еще немножко рано расширять но уже после того как утаром к выйдет пчелы мы уже их будем расширять потому что уже пора а кстати кто-то меня спрашивал за петуха слышите есть жив там где-то ну филармония началась прикрываем если говорить в общем то здесь уже одна рамка опечатки и она выходит да и получается что идет процесс мы их обеспечиваем кормом матка постоянно сеет при первой же возможности то что пчелы могут обогреть вскормить и идет процесс увеличение это имеется виду что мы вот эту семью до среднего медоноса без никакого усиления нагоним до 20 рамок без проблем так идем дальше вот это у нас карничка карничка говорю карника у нас принципе поздний очень поздний отводок делался очень поздно кстати карника очень интересно по агрессии они вроде и спокойные но когда весна и имеется ввиду когда они слабые когда они защищают свое гнездо очень сильно агрессивные мы видите мы за составные ставим рамки для того чтобы они их чистим это делается специально чтобы пчел был постоянный принос меда вообще желательно друзья вам на заметку если у вас есть такая возможность вообще это работая в лежаках мы если хочешь почистить какую-то рамочку выбираем там например есть рамочка я сейчас мы вы ему вот это что-то она засела вот например есть вот такая у нас рамочка кстати да вот медовая и мы не хочем ставить гнездо потому что она во первых холодная где то есть немножко цвили подсвело немножко но чуть-чуть это не имеется ввиду что полностью такую же знаете аж мог порос и рамка в нормальном состоянии что ее можно ставить вниз но мы ее не ставим гнездо потому что это может быть какая-то инфекция мы и сначала ставим за заставную и пчелы и и хорошо чистить а потом мы ее переставляем непосредственно вниз дота смотрим что у нас ну как это сложно конечно называть себе это отводок по расплоду хорошо принципе рамка у нас принципе расплодная не буду не нежелательно слабые семьи нежелательно вынимать и раз по рассказывать показывать потому что сейчас весна и здесь мы тоже видим расплода пчела немножко вышла кстати интересно что мед видите сразу слаживают здесь здесь уже мед и здесь кстати был мед но они его уже перенесли вот эту семью вот эту вот именно семью нужно будет немножко усилять попозже расплодом не вытянет она сама ну конечно вытянет но нежелательно ее таком состоянии как она сейчас есть оставлять хотя она принципе будет развиваться нормально до подсолнуха если если говорить критериями у то семья что мы показывали то до липы будет развиваться хорошо а вот эта семья что мы только что показывали по идее до подсолнуха будет занимать тоже 20 рамок но но это же опять нужно учитывать разные факторы разные нюансы идемте еще до одного слабыша так сейчас микрофон чтобы не запутать видите у меня вода где стоит вода у меня стоит просто на улье лежаки и вот этот слабак меня интересует потому что здесь неплохая матка по своим характеристикам вообще лежак до лежак вообще колоссально интересные воли я сниму про про работу с лежаком видео покажу расскажу потому что многие начинающие пчеловоды с ними работают но к примеру в лежаку мы сейчас классически собрали улей так друзья та семья у нас перезимовала на там чуть-чуть пчелы мы им доставляли получается сколько мы им доставляли мы им доставляли цветовые рамки медовые рамки и пусть сейчас посмотрим какое количество распада на сегодняшний день у них есть вот смотрите с одной стороны рамка из другой рамка печатки печатка и яйца и как разный на украинский молится звучать резновиковые а на русском языке здесь видите прекраснейший расплод здесь тоже уже пчела вышла пчела есть и принципе есть надежда на хорошее развитие вот этой семьи мы принципе сделали ставку на вот эту маточку и видите что сама ставочка сработала матка действительности хорошая качественно но смотрю что пчелы такие более агрессивные но это получается связано с ее породы это принципе у нас степная и надеяться что от степной очень сильно спокойные пчелы не стоит ну может быть агрессия уйдет потому что опять же это же карника весной тоже бывает очень такая знаете агрессивной меда пчел достаточно видите за заставной у нас размещается мед так все на этом хочу закончить всем всего наилучшего потому что петухи уже задолбали всем пока